Франшиза иллюзия обмана В сети то и дело появляются крупицы новой информации о фильме. Почему картина до сих пор не вышла? Кто из актеров предыдущих частей вернется к своим ролям? И какую историю может поведать нам третья лента? Всю известную информацию о третьей иллюзии обмана мы обсудим в ближайшие несколько минут. Устраивайтесь поудобнее и набирайте побольше вкусностей. А также не забудьте поставить лайк этому видео, если вы тоже ждете новые приключения команды фокусников. Вышедшая в далеком 2013 году первая часть иллюзии обмана мгновенно обзавелась множеством поклонников. Триллер об иллюзионистах-грабителях смог отличиться зрелищными спецэффектами и захватывающим сюжетом. Хотя картина и получила смешанные оценки критиков, ее кассовые сборы оказались отличными. При бюджете в 75 миллионов долларов лента заработала в прокате 351 миллион. Со второй иллюзией обмана, вышедшей в 2016, произошла примерно та же история. Фильм включал в себя больше эффектных трюков, а к касту картины присоединился мальчик, который выжил. Однако это не возымело должного эффекта. У сиквела стало больше отрицательных отзывов, и фильм собрал меньшую сумму в прокате. Лента принесла создателям 334 миллиона при бюджете в 90. О производстве третьей части студия Lionsgate объявила еще за год до выхода иллюзии обмана 2. Режиссером фильма должен был стать Джон Чу, поставивший вторую картину. С сценаристами фильма были назначены Нил Уайденер и Гевин Джеймс, которые в то время также отвечали за сценарий продолжения ленты «Разлом Сан-Андреас». Он, к слову, также до сих пор не вышел. После этого заявления о проекте долгое время не было никаких новостей. Однако в апреле 20-го фильм об иллюзионистах-грабителях обзавелся новым сценаристом. Им стал Эрик Уоррен Сингер, известный по работе над фильмами «Афера по-американски» и «Топ-ган Мэверик». Один из руководителей Lionsgate, Натан Кахане, заявил, что Сингер вводит в историю новых персонажей, также предоставляя актерам из предыдущих фильмов возможность повторить свои роли. Но в сентябре 22-го представители студии заявили, что сюжетом картины займется Сет Грэм Смит. Сет известен как сценарист картин «Лего-фильм Бэтмен» и «Флэш». Также стало известно, что режиссером фильма назначен Рубен Фляйшер. Среди последних его работ можно выделить «Венома» и «Анчартед». Однако самыми известными фильмами в его карьере являются две части «Зомби-ленда». По словам Рубена, в этом мире есть три вещи, которые он любит больше всего. Магия, Джесси Айзенберг и Вуди Харльсон. Это является огромным плюсом для третьей иллюзии обмана, ведь это значит, что режиссер уже отлично сработался с двумя всадниками. Также Рубен заявил, что является большим поклонником фильмов про ограбление, и заняться постановкой «Иллюзия обмана 3» будет для него честью. Итак, у фильма появился режиссер и сценарист. А что там с актерами? Одной из составляющих успеха предыдущих картин были харизматичные главные герои. Lionsgate наверняка не захочет рисковать и постарается собрать в фильме всех главных героев. В 2016 студия заявляла, что все исполнители главных ролей вернутся в новой картине. А значит, о команде всадников можно не волноваться. Если фильм станет для франшизы последним, то было бы неплохо увидеть в нем и возвращение Хенли Ривз в исполнении Айлы Фишер, которая покинула команду после первого фильма. Но у студии вряд ли получится убедить актрису вернуться к роли. Как многие знают, Айла чуть не захлебнулась во время съемок сцены с «Аквариумом» в первой картине. Из-за этого она отказалась от участия в сиквеле, и ей на смену пришла Лиззи Каплан, которая повторит свою роль в третьей части. Персонаж Моргана Фримена стал для Дила народ соподобием наставника. Он был другом его отца, Лайонелла Шрайка. И так как гибель Лайонелла не была объяснена до конца, фанатом стоит ожидать появления Фримена и в третьем фильме. Майкл Кейн исполнил роль антагонистов в двух предыдущих частях. И у него еще остались несведенные счеты с обсадниками. Возможно, что его персонаж появится и в третьей картине. Во второй части авторы позаимствовали волшебника из другого фильма. Самый знаменитый ученик Хогвартса стал отличным дополнением к касту картины. Похоже, что для третьей части авторы решили позаимствовать у Марвел Доктора Стрэнджа. После выхода второй «Иллюзии обмана» по сети поползли слухи о том, что Бенедикт Камбербэтч присоединился к актерскому составу будущего фильма, однако его роль оставалась неизвестной. Некоторые фанаты верили, что он сыграет нового участника команды всадников. Безрассудным фокусникам, очевидно, есть чему поучиться у верховного чародея Земли. Также была версия, что Бенедикт исполнит роль сотрудника ФБР и займется поимкой иллюзионистов. Увидеть, как гениальный детектив идет по пятам неуловимых грабителей, было бы весьма интересно. Однако самым подходящим вариантом является главный антагонист третьей части, ведь увидеть контр-страйка Овервотча в злодейском амплау удается редко. Однако с момента анонса третьей «Иллюзии обмана» утекло много времени. И участие Базилика Киберскотча теперь под вопросом, ведь у актера не хватает времени даже на новый сезон Шерлока. Кажется, что у авторов фильма были на руках все козыри, так почему же съемки картины до сих пор не начались? Одна из основных проблем связана с кастом фильма. В нем полно актеров первой величины, у каждого из которых очень плотный график. И собрать их вместе довольно непростая задачка. В интернете ходят слухи о том, что Lionsgate планирует решить эту проблему, включив в сюжет лишь некоторых героев из предыдущих фильмов, и добавить к ним парочку новых. Таким образом, третья «Иллюзия обмана» может стать мягким перезапуском франшизы. Кстати, сами актеры тоже выражали беспокойство о будущем третьей части. В 2020 году Джесси Айзенберг заявил, что по прошествии большого промежутка времени уровень интереса аудитории к следующему фильму может снизиться. Другим препятствием на пути третьего фильма в прокат является неуверенность студии в том, что картина окупится. По сравнению с первой частью, вторая «Иллюзия обмана» принесла студии меньшую прибыль при больших затратах. К тому же, огромную часть денег второму фильму принес прокат в Китае. Там картина собрала 97 миллионов долларов. Однако в последнее время китайские зрители избегают просмотра американских блокбастеров, что лишний раз заставляет авторов сомневаться в возможном успехе ленты. Кроме того, в наше время все киностудии пытаются повторить успех Marvel и создать собственную киновселенную. Lionsgate довольно успешно проворачивает это с Джоном Уиком и голодными играми, запуская приквелы и спин-оффы. Возможно, студии попросту невыгодно уделять внимание более затратной и менее прибыльной франшизе об иллюзионистах. К слову, в 2016 году ходили разговоры о том, что иллюзия обмана получит свой спин-офф. Помимо сиквела в планах у студии Lionsgate находился также фильм о китайских иллюзионистах. Главным героем фильма должен был стать Ли в исполнении тайваньского певца Джея Чоу. Его герой появлялся во второй части, где оказывал помощь всадникам. С момента анонса спин-оффа о нем не было никакой информации. И учитывая уже упомянутый угасший интерес китайской аудитории к голливудским фильмам, можно считать, что лента стала иллюзией. Будем надеяться, что третью иллюзию обмана не постигнет та же участь. Если Lionsgate все же решится на новую часть, то о чем может рассказать долгожданное продолжение? Сюжет фильма остается загадкой, однако некоторые сюжетные линии тянутся еще из предыдущих картин. Они дают нам подсказки касательно истории третьей иллюзии обмана. В конце второго фильма всадники лично познакомились с участниками секретного общества под названием «Глаз». События первых двух фильмов, похоже, были лишь испытаниями для всадников перед их вступлением в организацию. Это означает, что в третьем фильме они получат возможность поработать с участниками «Глаза» лично и совершать еще более масштабные и эффектные ограбления. Также мы знаем, что Дилан решил уступить место лидера всадников Дэниелу. Если фильм все-таки выйдет и хорошо покажет себя в прокате, то нас могут ждать многочисленные продолжения с новой командой всадников с Дэниелом в качестве лидера. Такой вариант позволяет студии слегка перезапустить франшизу, исправив при этом недочеты предыдущих частей и привнеся в нее что-то новое. Еще одной сюжетной линией, проходящей через франшизу, является гибель Лайонелла Шрайка. Иллюзионист утонул, пытаясь выбраться из тонущего сейфа. Однако, как мы знаем, тело Лайонелла не было найдено. Согласно правилам кино, если зрителям не показали тело, то персонаж с огромной долей вероятности еще не мертв. К тому же сейф, в котором он находился, был изготовлен обществом «Глаза». Все это указывает на то, что отец Дилана остался жив, и его возвращение может стать хорошим сюжетным поворотом третьего фильма. Авторы наверняка не станут выдумывать для фильма нового злодея. Возможно, что Артур Тресслер вновь будет антагонистом фильма. Однако в этот раз попробует выбить Клин клином, используя против героев не технологии, а другого иллюзиониста, роль которого как раз и может исполнить Бергамот, Книга Меч. Все это, конечно, всего лишь догадки. Каким окажется на самом деле фильм, мы узнаем еще не скоро. А что вы бы хотели увидеть в третьей части «Иллюзия обмана»? Поделитесь мыслями в комментариях. Конечно, за семь лет, прошедших с выхода второй части, интерес зрителей ко франшизе наверняка поубавился. Однако при правильном подходе и продвижении картины, у авторов есть все шансы собрать неплохую кассу. Будем надеяться, что всадники смогут собраться в третий раз. Ведь, как мы знаем из другого фильма об иллюзионистах, «Фокус» состоит из трех частей. А у нас на сегодня все. До новых встреч, друзья!